Всем привет! Снова с вами я, Алена. Вы на моем канале с нутрициологом-психологом. И сегодня мы с вами говорим о ментальном здоровье и о том, как это связано с определенными факторами нутриативных продуктов. Вы меня знаете как клинического психолога-блогера, который помогает людям чувствовать себя здоровыми, счастливыми и успешными. Сегодня я буду рассказывать панели продуктов, которые необходимо включить в свой рацион, для того, чтобы вы чувствовали себя чуточку лучше, для того, чтобы у вас быстрее работали нейронные сети, для того, чтобы вы могли получать, обрабатывать информацию быстро, да и вообще у вас все было замечательно. Давайте отметим с вами продукты, которые не стоит употреблять, которыми не стоит злоупотреблять, если есть у вас уже определенные физиологические либо неврологические заболевания, что обычно коморбидно. И что им? Необходимо исключить из своего рациона действительно пищевой мусор, который вы употребляете и уже достаточно долго им пользуетесь. А это у нас все сладости, все соки, тетропайковые всякие штуки, консервированные продукты. И вы скажете, что тогда есть? Только природное, там где козочка бежала, где это искать? Если многие накладывают вето на молочные продукты, многие накладывают вето на состояние почвы и все-все-все в совокупности дает такой синдром. Я бы вам сказала точно, что вам сегодня необходимо включить в свой рацион, но не исключать. В вашем рационе необходимо, чтобы обязательно просто присутствовал магний в любых его проявлениях. И это определенные орехи, семечки, он также есть в авокадо. Если вы возьмете панель продуктов и посмотрите, где содержится магний, это просто катастрофически необходимый элемент, который вы должны включить в свой рацион. Вот я смотрю на себя и думаю, после консультации решила записать видео для того, чтобы вы чувствовали себя лучше. Магний, мы с вами сказали, кальций, который просто необходим каждой нашей клеточке также, и он расходуется и во взрослом возрасте, его тоже постоянно не хватает. Не думайте, что это только творог и продукты молочные. Посмотрите обязательно, где содержится кальций и какая концентрация его необходима. Далее вам супер важно, друзья, включить морскую рыбу, включить в свой рацион продукты, антиоксиданты, которые будут способствовать вашему продолжению жизни. И вы будете чувствовать себя, ну реально, намного лучше. Я могу вам сказать, как человек, который около, наверное, 10 лет занимался различной спортивной нагрузкой и имел кучу-кучу травм, связанных с неправильным распределением продуктов и злоупотреблением спортом. Могу вам сказать, что сейчас в состоянии, когда у меня просто куча энергии, куча сил, куча здоровья и куча клиентов, которым я помогаю, вот что я включила в свой рацион. Это продукты, богатые витамином С, это продукты, богатые витамином Д, это продукты, богатые кальцием, магнием, цинком и обязательно продукты, которые содержат большое количество клетчатки. Клетчатка поддерживает нашу микробиоту, которая катастрофически важна для нашего состояния. И это то, что вам просто грандиозно необходимо и то, что вы сможете ежедневно употребляя, улучшить, намного улучшить качество своей жизни. Каждый раз, заглядывая в свою тарелку, спрашивайте у себя, а насколько это поможет моим клеткам либо очиститься, либо поможет моему мозгу быстрее соображать, либо сделает меня уставшим, сделает мое настроение нестабильным. И об этом я постоянно говорю в своем 21-дневном коучинге «Здоровая, счастливая жизнь», которая наполнена и витаминами, и зарядкой, и различными психологическими техниками, которые у меня проходят очень легко в моем 21-дневном марафоне. И если вы хотите измениться и хотите в нем поучаствовать, обязательно пишите под этим видео, я дам вам информацию. Далее, что еще необходимо включить в свою жизнь? Вам просто необходимо отслеживать уровень действительно глюкозы. И если у вас уже есть такие проблемы, как инсулинорезистентность, как недоусвоение витаминов, то вам нужен определенный детокс. Что такое детокс? Это как стиль, образ жизни, в котором у вас будут просто многие панели продуктов, которые будут вытеснять информацию из вашего организма, которая не нужна. Я не говорю вам о том, что все продукты плохие, хорошие. Я говорю вам о том, что источники ваших продуктов должны быть, во-первых, наполнены полинасыщенными жирами. Во-вторых, они должны содержать определенный нутриативный статус, который будет приносить организму пользу. Ваша тарелка должна быть наполнена антиоксидантами, витаминами. И также вы должны поддерживать свою нервную систему при помощи определенных биологически активных веществ, которые будут индивидуально вам подобраны после сдачи анализов. В этом видео я хотела поделиться просто своей грандиозной информацией после пройденного с вами 21-дневного марафона, в котором мы менялись все. И в котором я могу сказать, что за эти дни я улучшила качество свое здоровье с вами, наверное, лет на 5 так вперед. Спасибо вам большое, кто присутствовал, кто хочет еще присоединиться, присоединяйтесь, жду вас у себя в прямом эфире. Пока!